что это такое, что это объектик, ладно придется подойти и увидеть, а затем залили водой по сооружению и разбивке всех этих каналов и прудов мы видим все эти пруды и каналы тянутся бесконечным образом к старому замку, к Висле и можно представить что вот это все территории они уже были заранее как бы распланированы они укроют, так сказать, гениальной мыслью свое мнение, а вот например если уже в 19 веке видят Линцлея, Линцлея, извиняюсь, английского этого ну что ж, часово мы то поставим и сделаем, правда закричать я не буду закричать я не буду и продолжим, а продолжим мы просто сделаем несколько снимков и продолжаем и продолжаем и продолжаем и продолжаем и продолжаем ну вот мы посмотрели что это какой-то очистительный провода вот мы продолжаем но и продолжаем Вот все-таки с этой стороны этого пруда в надежде выйти к тому месту, как я представляю в своей голове плана Варшавы, примерно в близости от улицы Дольный. Вот лазенки, кашечки, хозяева, аборигены этого парка, аборигены всех парков. Видите, я тут сильно чувствую раздольно и привольно. Зиму, конечно, если зима суровая, а суровых зим последние десятилетия я не очень вижу. Ну, максимум иногда выпадают морозы на недельку, або на 3-4 дня. А снег так и вообще почти не лежит. Выпадили, вот как в прошлой зимой. Правда, позапрошлой были. Ну и всякое такое. Наверное, что я о плохом, ходя среди прекрасного и хорошего. Вот мы видим, что даже среди этих распланированных каналов и прудов есть соответствующие островки, где одновременно обложенные и сделанные искусственным образом. Эти островки до чего-то были замыслены. Ну, например, парочкам, которые тут катались на лодке, приклыть на этот островок и укрыться на какое-то время в его зарослях. Или еще для какой-то цели, но никакой цели-то помысленно и военной тут в этом не вижу. Только все для увеселения и развлечения высокой публики, их сиятельств и превосходительства. Прекрасные парки разбитые были. Можно не укрываем Польской империи, и во Львове, и везде. Это все наследство вот этого. Но, есть пару но. Сейчас, конечно, их объявляют народными. И холопы, которые они поднимали головы от сахи. Естественно, все это легко планировали. У них был большой опыт. Но я смеюсь. Да простит их Бог всех. Я думаю, это никогда не будет прощено. Лошадь и неправда всегда выплывет. Рано или поздно. Какая красота. Люди добрые. И вот. Мы подходим с этой стороны. Скорее всего, к концу парка. Продолжение следует. Продолжение следует...